Так попробуем, чем Бог послал. Наконец-то наступило лето. Лето время окрошки. Сейчас расскажу, как готовлю окрошку я. Мне понадобится это газированный танк. Это у меня кефир 3,2. Можно использовать кефир 1%. Ну яйцо, редиску вы узнали. Вареное мясо я отняла у мужа из супа. Можно использовать горчицу у меня без сахара, французская или польская. Или столовый рен. Можно использовать все одновременно, если вы любите что-то порище. Что мы делаем? Мы, как всегда, начинаем с конца. Это у нас пойдет в суп, это у нас пойдет на саму окрошку, а вот это вот у нас, мы отрежем ужасное, пойдет в заливку. Итак, я взяла ложь покрупнее, перерубаю. Из яйца я вытаскиваю желток и вбрасываю его в зеленую луку. Теперь мы все быстро режем, не сильно заморачиваемся как-нибудь. Идейскую я дорежу кубиком. Можно нарезать отдельно и поставить в холодильник. И как бы хранить отдельно как салат и отдельно заливку. Берем огурчик, также режем его кубиком. Я подрезаю одну сторону, чтобы у меня огурец не катался по столу. И как всегда режу в одну сторону, потом в другую. Так удобнее. Не важно, но измельчитель в этом случае лучше, конечно, не использовать, потому что все превратится в кашу. Слишком уж все это хрупкое. Вяз у меня, как говорится, со вставками коллагеновыми, то от этого оно не становится менее вкусным. Много мяса не надо. То есть, вот этот вот кусочек 50 грамм, на двоих более чем. И это вот опять, как уменьшить количество белка. Добавляйте суп в обед. Его вполне можно положить, если хотите взять само на работу, налить в бутылку заливку. И в отдельный контейнер положить часть салата с собой. Вернемся к заливке. Я буду использовать и хрен, и горчицу. Так, сюда. Сюда. Почему? Люблю немножко помещен. Достала из холодильника. Значит, возьму сперва кефир. Потому что если я начну брендировать газированное, где-то полетит в разные стороны. Досыпем немножко соли. Скажем пару грамм. И теперь я вливаю там. Там, как помните, газированный. Достаем. Всегда вытаскивайте из розетки и только после этого разбирайте блендер. Регулирую жирность. Можно добавить в заправку сметану. Более жирную. Вот где-то на мой глаз половина и будет. И, соответственно, льем. Так, я попробовал соли. В принципе, нормально. Вот эту вот пенку образовавшуюся мы прикроем зеленью. Так попробуем, чем Бог послал. Очень даже неплохо. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Ссылка в шапке профиля. Там еще больше рецептов. До встречи!